Глуха такая вот, а. Заехали чуть ли не в горы, ребята, ну. Все еду, а. Ну пипец. А еще у всех одинаковые домики. Аккуратненькие. Не мандраж бьет, прикиньте, а. Я уже два часа задержалась, это гайки. Ребята, если еще такая поездка будет, то у меня я с ума сойду, я углянусь. Он столько кругов делает по поселу, это ужас, а. Еще вот такие вот домики. За гаражами. Выдуминал. Кулики, как я говорю. Вот мы приехали, ребятки, да. Люди празднуют День влюбленных, а я потеряла два часа работы. И шурую. Прикиньте, я не знаю, смеяться или плакать. Что я сегодня буду нарабатывать, я не знаю. Но это будет пипец. Находимся в зоне Уэркаль, Альмерии. Тоже очень хорошая зона. Здесь тоже, говорится, бедненькие живут. Вы видите, да, как на подборчик все. Аккуратненькие, чистенькие, такие ухоженные. И все почти везде горы. Чудесно. Здесь где тишина, где люди выбирают жить спокойно. У меня спокойствия сегодня девочке мало. Очень мало. Интересно, как у меня сегодня день закончится. Рабочий. Тоже, смотрите, такой еще стиль домиков. Мои хорошие, я только что забежала домой, выставила вам видео. Задержалась, короче, я в поездке на возвратный путь полтора часа. Сейчас сижу, пью кока-колку. Ребятки, мне написали сообщение. Танечка, а как ты празднуешь день влюбленных? А вот так вот и празднуй, дорогие мои представки. Маточкой кока-колы. Не, ну, в принципе, вы вчера хорошо посидели с моим. И отпраздновали. И друзья были. Ну, честно говоря, настроение было такое, что... Как вам сказать? Ну, у меня хоть настроение поднял малюха. Отдохнули и подурачились, повеселились. Но, как говорится, когда машина поломанная, то... Вот так вот, как говорится, надо будет теперь выживать. Так что придется перестраиваться заново. Все сначала. Узнавать графики автобусов. Узнавать... Ну, раньше как-то я так бегала, правильно? Так что надо смотреть позитивно на этот самый. И, конечно же, собирать денюжки на следующую машинку. Потому что без машинки, ну, никуда. Кстати, а как вы отпраздновали? А ну-ка, напишите мне, а? Потому что я с такими забегами. Я стану вообще тонкой, блестящей и прозрачной. С фигуркой. Чёночки, гляньте, где я замостилась. Сейчас я вам покажу, где я засела после работки. У нас сегодня, как говорится, день влюбленных. Так что я себе тоже влюбленной, как говорится, сделала маленький подарочек. Та-та-ра-та. И, смотрите, с червячками и наша гула. Сейчас я с пивком и идём покупать себе палочку, а? Ой, вы гляньте, как фонтанчик чудесненько журчит, а? Помните, я сюда вас приводила? Ай, всё-всё, блин. Чтоб он тебя протянул ещё. Ну, пипец, а? И просто свиньи. По-другому не назовёшь. Ну что, мои хорошие, пошлите покупать палку селфи. Конечно, уже поздно, но, в принципе, сегодня надо себе какую-то радость сделать маленькую. Правда? Но мы вечерком не гуляли с вами, а по центру. Ну, как центру? Ну, как-то так. Центру. Сегодня вечер, ребята, просто чудесный. Прямо жарко сегодня в куртке. И жарко, а? Кого не посмотрю, все, он вижу, видите, куртки в руках носят. Я обожаю эти места, линти, эти клумбочки, ой, эти цветочки. Люди сегодня к волякам ходят, а? Ну, здесь я сегодня шла в свитерочке таком тоненьком, как всегда, я иду на работу. Сняла, иду в одной футболке, и, честно говорю, мне жарко. Посмотрите, какая красота, Сеня. Ну, прям глаз радует, а? Радует глаз. Что, вам понравились мои танцы? Я не видел аплодисментов, ребятки. Кто не видел, вернитесь и посмотрите. Мы так наржались, честно говоря. У меня дети умирали с осмехом. Я говорю, слушайте, а что вы сидите? Давайте мне помогайте тоже. И мы как начали, блин, прикалываться. Блин, как мы классно оторвались. Ну, честно говоря, такой бурный день после отеля. Приезжаешь в Бальниарию, расслабуха. А потом еще вот такие вот шашлычки. Ох, ребята, я была мертва. Так что, простите, к этому не отвечаю вовремя на комментарии. Ой, иду прямо зафекалась, а? Обратите внимание, какая лампа. Какая лампа прикольная, а? Мне сегодня две хозяйки тоже сделали маленький подарок денежный. Так что сейчас пойдем потратим. Девчонки, гляньте, какие классные эти самые халатики. И пенюарчики с халатиками, а? Интересно. Это шортики. Сколько они стоят? 21. И вот такое вот, гляньте, а? Сколько он? 17.90. Вот тоже хорошенькие, правда? Правда, уже с длинным рукавом нет, уже отходят. Ну, для женщины, вот смотрите, какой элегантный. 15 евро. И такие вот штанишки. И вот такая расцветочка за 15 евро. И, кстати, лифтички, гляньте, да? Сколько они? 3.95 уже подняли в цене, а? Смотрите, какой свитерочек хорошенький, а? Мышечка и такой легенький. 7.99. Вот такие гляньте, спортивные костюмчики. Прикольные, правда? Сколько они, интересно? 16 евро. Но они сбиваются быстро. Вот такие, смотрите, розовенькие есть тоже и желтенькие. Прикольные, кстати, правда? Простенькие, простенькие. Смотрите, уже начинаются летние платьюшки. Интересно, такое сколько? 11.90. Смотрите, разных цветов. Длинные. Или вот такое, смотрите, прикольное. Еще с длинным рукавчиком, а? Неплохо, кстати. Кофточки хорошенькие. Смотрите, за 9.10.90. Такие нежненькие, правда? Вот, разных цветов есть. И розовенькие, и беленькие. Не знаю, мне такие очень нравятся. Видеть на ком-то. Ну, хотя я вот именно, как-то у меня были такие, ну, не знаю, не одеваю. В этом магазинчике нам не повезло. Смотрела я палку и не понравилось. Ну, там такие детские, знаете. Пошли тебя в другой заглянем, успеем или нет. О, у нас здесь открыто. А, в принципе, какая разница? В Алиэкспресс просить или здесь пойти купить одно и то же. Все чиновское. Вы только посмотрите, как. Продолжение следует... И вот, знаете, кошачьи. Знаете, наверное, в таких бы ярких все время ходило бы. Ох, класс. Единственное, что... Я не знаю, одежду тяжеловастенько подобрать. Но хотя у меня-то фиолетовые они. Я обожаю такие очки, знаете, которые поднимают настроение. Посмотришь на человека, правда? И вау. Это у нас девочки на поконцовочке. Гляньте, для нашего праздничка. Поднимающее настроение. Гляньте, какая красота. Ой, балдеж. Девчоночки, да? Мне кажется, эти цветы любой дом украсят. Ну, конечно, живые намного лучше. Но все равно красиво. Ой, ротензии. Ох. Какие пастельные тона красивые. Ох. Обожаю эти магазины. В конце концовочки, девочки, день у нас удался. Ребятки, чудесненько. Видели? С какой-то маленькой мелочи. Нужно всегда уметь себе поднимать настроение. А насчет машины? Ну, что поделаешь. Будем искать возможность, как говорится, заиметь новую или отремонтировать эту. Честно говоря, без машины очень-очень плохо. Ну, пока у нас есть здоровье, девочки, все возможно. Так что позитивчика вам всем. Как мне нравятся эти фонтаны по городу, а? Все-таки какой цвет классный. Правда, ребятки? Все-таки глаз веселит, правда? Настроение поднимает яркие цвета. Ой, какое утречко чудесное. Птички поют. Ветерочка нет у нас сегодня. Так здорово. Как мне всегда нравится смотреть на эту террасочку, да? Прикольная, правда? Вся в цветочках. А летом так классно здесь так цветет все. Ай, как чирикает, а? Ай. Посмотрите, какой штативчик я себе купила на повседневочку, а? Даже со светом, а? А, теперь будем алюмбрарить везде, а? Всем привет, мои дорогие. Ой, какой сегодня у нас денечек обалденный. Так классненько, так тепленько. Я сегодня в футболочке, а? Представьте. Ой, девочки, мальчики, вчера приперлась домой. Ребята, вы себе представить не можете. Я вчера была без задних ног. Абсолютно. Это забежка на дальнюю дистанцию. Я думаю, я килограммчики потеряю. Вы знаете, вчера набегалась за автобусами. Ой, прикол был. Бежала, вышла с работы и бегом. Волатель, как говорится, по-нашему. Заценяйте, какое интересное здание, правда? Такие балконы, такое расположение. Редко встретишь у нас такое производство. Кстати, здесь мне нравится этот райончик. Такой спокойненький, вы знаете? И тоже вот балкончики. Такой стиле, стиле, я не знаю, отпускных, правда? Как вроде бы замочек какой-то. Кстати, ребята, я уже сегодня с палочкой. Вы что, какая прелесть. Еще с подсветочкой не расхерячить бы ее. Так о чем это я? Что вы знаете, честно говоря, поначалу, когда вот что-то случается с машиной. И это с машиной, это серьезная тема. Вы знаете, начинаешь как-то переживать, нервничать. А потом, если так остановишься, подумаешь, ну блин, ну как-то раньше я так же жила, правильно? Ну, в принципе, раньше я ездила на мотоцикле. Но все равно уж, правильно? За машину пока еще толком ничего не известно. Одни мне говорят, что возьми, отремонтирую лучше, потому что нужно будет менять почти весь мотор с этой деталью, которая поломалась. Другие говорят, не стоит. А вы знаете, вчера зашла, посмотрела цены на машины, ребята, со вторых рук даже. Это пипец. А вот представьте, да, вот у человека поломается машина, к примеру, да, там мотоцикл, мало ли чего. И вот представьте, да, вот брать кредит какой-нибудь, покупать сейчас. Я, допустим, не потяну этот кредит одна. Вот, к примеру, даже элементарная машина, я его не потяну со всеми платежками, то, что у меня есть, ипотека. Я с моей зарплатой не потяну. Это, в принципе, мне ее не дадут, потому что у меня уже есть ипотека. И, конечно, мои растраты, и они прекрасно видят, что с такой зарплаткой, как говорится, она у меня небольшая, регистрируется. Так что вот представьте, да, вот бедные люди. Я просто вхожу в ситуацию эту. Даже пускай мне мама говорит, вот надо денежки, чтобы были отложены. А интересно, а сколько нужно денег, чтобы они были отложены, чтобы подстраховать все такие, как говорится, неприятности. Правда, девочки? Но все же ты не подстрахуешь, правильно? Да, какую-то копеечку она права, нужно всегда иметь. Но вот такую вот, где ты деньги такие найдешь, правильно? Слава богу, что у меня именно работа моя находится только по вторникам далеко, очень далеко. И в среду тоже там нужно будет, как говорится, запланировать автобусы с одного по другому. Представьте, я выхожу с утра, иногда не возвращаюсь домой, когда я еду на машине, а сейчас на автобусе. Представьте, это у меня будет в пятницу. Я вам честно клянусь, не знаю, сколько я буду задерживаться, чтобы не поднимать видео именно. Ну, по вечерам, наверное, буду поднимать. Так что, пожалуйста, мои дорогие, если видите там, что задерживаюсь, что не переживайте, видео обязательно выйдет. Вот представьте, да, к примеру, я вот с утра до вечера, я утром работаю и вечером работаю. Это в промежутке нужно покушать, что-то покушать, домой не забегаешь. Ну, я не знаю, ну евро 4-5 ты точно потратишь на какой-то бутерброд, на какой-то кофеечек. Потом на автобус туда и назад, это у нас уже евро 5 и евро 5 назад, да. И так же самое возвращаться, ехать, допустим, на второй, ну, на вечер я имею в виду, то же самое. То есть так получается, правда, вот 3 евро, 3,6, ну, 9, 10 евро, это у тебя получается каждый день, представьте, да. Да, растратки, можно, конечно, взять на автобус, специальная карточка, ты покупаешь заранее, и поездки у тебя получается намного дешевле, дешевле. А сколько времени уходит? Ребята, я вчера приехала, такое ощущение, что я, я не знаю, забег на дальнюю дистанцию сделала. Сидеть, ждать, это тоже утомительно, правильно? А иногда и даже сесть негде. Ну, ничего, мы зарядились продолжительной энергией, девочки, теперь все у нас будет хорошо, посмотрите. Это все проблемы, это можно решить, правда, как? Не знаю, пока месть. Но, тем не менее, это все разрешимо, правда, имея здоровье. Я прохожу по машинке, смотрю, и так проезжают мимо меня. Замастыримся возле нашего фонтанчика, да. Вы знаете, я вообще-то такой человек предусмотрительный, стараюсь все раскидывать, рассчитывать на месяц, и немножко вперед. Ну, конечно, можно было понемножку отлаживать, но на данный момент, именно в этом месяце, в феврале, это очень тяжело. Потому что именно в феврале, я вам еще не сказала, что мне нужно до конца месяца заплатить 250, почти 260 евро за страховку мамину. Я каждые 6 месяцев ее плачу. Да, в возрасте страховки, ну, как бы на несчастный случай, вы поняли, да, они очень дорогие. И также я была очень хорошей умничкой перед поездкой, я уже заплатила ту же страховку машины. 163 евро у меня вышло, представьте. А вы же не забудьте, что у меня именно в этом месяце, это я просто вам рассказываю, я не жалуюсь, я просто рассказываю мою жизнь. У меня еще осталось фактурки, помните, которые у меня накопились за 4 месяца? Ну, короче, я решила эту проблему, я их раскидала на 2 месяца. То есть тебе дают отсрочечку такую, да? То есть делят напополам эту сумму и вперед. Ну, это уже будет в следующем месяце, по крайней мере, у меня будет еще передышечка. И вот сейчас вот с машиной, вот представьте, да, это наши растраты, уже не говоря то, что за свет. Ладно, я решила, а за воду, а за страховку. Кстати, в этом месяце у меня опять на начале года повысили страховку на... Повысили цену, извините меня, страховку на мою и дочери моей. Мы платим от несчастного случая тоже. Было раньше 40, а сейчас стало 42. Ну, 2 евро, ну, приятно, правда? Так что у меня пока все было рассчитано, если вот этот... Не такой вот, как говорится, смешной случай. Но что самое главное, вы знаете, мне нравится в Испании, что здесь, допустим, если ты видишь, что ты не можешь с чем-то, как говорится, преодолеть эту проблему с платежкой, ее можно отсрочить, эти, допустим, платежки. Вот я не знаю, смотрите, я даже смотрю уже по-испански, правильно? Без стресса. Нет, сегодня сделаем завтра. И вот это вот, честно говоря, чудесно. Приехали замерять что-то какими-то колбочками в этом самом вот фонтанчике. Пришли, взяли пробу и поехали. Отлично. Как и молодцы. И как видите, у меня пошла, даже не хочу говорить, что это черная полоса, потому что черная полоса у меня в жизни была, я не знаю, рассказывала вам, да, историю, когда я жила в селе, у меня был грудной ребенок, да, и ребенку говорили, что у нее будет люсемия. Мне кажется, я говорила уже в одном видео, да. Потом я почти, ну как, не почти, я горела в доме своем. Ну, короче, ребята, у меня был такой год, что я просто думала, если я выживу, и мне было там сколько, 20-21 год, наверное, то я буду жить очень долго. А вот такое все, вы знаете, это все хрень, хрень собачачья, простите за выражение, потому что это просто мелочи жизни, это жизнь наша реальная, правда? Но, честно, если сказать, то да, поперла меня, поперла. Так что нужно всегда говорить, вы знаете, спасибо на том, спасибо, что взяли только этим, потому что если нет здоровья, опять же говорю, куда мы пойдем без здоровья, правильно? И у меня многие спрашивают, Тань, почему ты радуешься таким мелочью? А некоторые тоже написали, ой, боже, она радуется этим мелочам, как не знаю кто. Вы знаете, ребята, кто и правда не преодолевал такие трудности в жизни, горе, горе, вот именно горе, никогда не будут наслаждаться вот такими мелочами, они их просто не видят, понимаете, еще и подкалывают. Ребят, я наоборот горжусь, что я такой человек, вы знаете, видеть мелочи, это радоваться каждому дню. Так что позитив, ребятки, только позитив. Любопытные стояли, стояли, смотрели, как я снимаю, теперь идут, обсуждают, ой, у них хоть темка сегодня будет пообсуждать.